И снова здравствуйте! С вами вновь зубный Павлик с очередным выпуском как бы регулярных новостей. Ну новость у меня сегодня будет одна, но зато какая! Наверное со времен распада СССР таких новостей и огонь просто не было. Как-то так. Обращу ваше внимание, хочу сразу предостеречь вас, если вдруг у вас тест по географии, ну например вы сдаете там экзамены сейчас куда-нибудь, лето все-таки, да, самое время куда-нибудь поступить. Так вот, если вдруг у вас тест по географии, то обращу ваше внимание, что вас могут завалить на этом тесте. Потому что буквально с 12 июня все в мире поменялось. До 12 июня в мире было 195 стран, а с 12 июня 196 стран. Да, на территории Сиэтла некие формирования отбили 6 кварталов, обнесли их забором и объявили, что теперь они автономная какая-то там республика ЧАЗ. Не путаться с республикой ЧАЗ. Значит, они там выбрали своего правительства. Ну как выбрали, появился там некто вождь какой-то, или он, я не знаю, отец всех народов. В общем, он там сейчас правит. Они объявили, захватили Сити Холл, объявили, что теперь это место без полиции. Там не действуют американские законы. Ну, как ни странно, правда, там ходят люди с ружьями, и это их патрулиет. Ну, то есть, это мне... Что-то я это уже, по-моему, где-то видел, наблюдал, когда вот полицию переименовывают в милицию, милицию в полицию, туда-сюда. В общем, кручу-верчу, обмануть хочу. Люди с оружием в любом случае есть, порядок там наводят. Ну, в общем, данная вот конструкция, как я сказал уже, обзавелась своей границей, обзавелась своей стеной. И эти люди еще смеялись над Трампом и над его желанием построить стену на границе с Мексикой. Да, они сами возвели эту стену теперь. И написали, что будет добро пожаловать в час. Здесь теперь не действуют никакие законы США. Здесь у нас свои порядки и свои законы. Вот так появилась 196-я страна в мире. Своя, автономная, со своим правительством, со своей армией и, в общем-то, со своими законами. Вот такие вот пироги. После того, как они объявили автономию, эти ребята быстренько построили огород. Да, прям огородик свой. Там помидорки начали, видимо, выращивать. Я так понимаю, что поскольку они полностью должны быть автономны, наверное, они сейчас будут себя обеспечивать питанием. Ну и потом эту помидорку продавать в США для того, чтобы оплачивать электричество, газ, что там им еще дают, воду, канализацию. Ну понятно, да, что им же надо как-то все это закупать. Теперь же это другая страна. Кто же будет просто так-то обеспечивать? Вот, поэтому они там устроили свое некое производство, еще пару дней поправили. И сейчас они, видимо, поняли, что, ну, как бы все хорошо, но помидоры растут долго. Поэтому они быстренько обложили местный бизнес данью. А поскольку нужны же деньги, да, нужно же как-то кормить народ. Вот, вот, обложили данью за то, что, видимо, будут обеспечивать безопасность. Ну, мы тоже это проходили, все прекрасно понимают, да, как это называется. Вы в этом городе человек новый, и в этом бизнесе человек новый, так? Ну, значит, вам нужна постоянная поддержка, которая будет обеспечивать вам вашу безопасность. И безопасность вашего бизнеса. И это стоит денег. Так у всех. Но у нас совсем недорого. Я думаю, вы сами себя сейчас спрашиваете. Ну, вообще, бред какой-то. Ну, как это возможно? Как, как это может происходить внутри страны? Это же прямое нарушение Конституции, нарушение законов, да, там, неделимости. Ну, и прочие вот эти вот все истории, да. Ведь никто же не может взять просто так и отделиться. Ну, как это так-то вообще? Просто вот взял и отделился. Вот, оказывается, может. Может отделиться и... Как это стало возможно? А очень просто. Губернатор Вашингтона демократ, мэр Сиэтла демократ, начальник полиции демократ. Поэтому они просто болт забили на то, что происходит, и сказали, что, ммм, какой интересный эксперимент. И, в общем-то, ничего не делают для того, чтобы восстановить порядок в данной зоне. Поэтому, в общем-то, даже электричество не выключили. Ну, соответственно, естественно, люди там сейчас хорошо живут. В общем-то, делают, что хотят. При этом получают все благоцивилизации. И, ну, в общем-то, никто не парится за будущее. Поэтому мы сразу возвращаемся, да, к вопросу, а кому же все это надо? Который я, в общем-то, освещал в прошлом видео, да. А надо это все, естественно, демократам. Почему? Потому что, ну, рейтинг у Трампа сейчас снижается, это очевидно. А снижается он, потому что, ну, он не предпринимает никаких действий, с одной стороны, с другой стороны, он делает жесткие заявления, что он сейчас предпримет эти действия. И рано или поздно ему, как президенту, все-таки придется что-то сделать. Ну, понятное дело, что нельзя оставлять такое беззаконие, тем более в центре города, в центре столицы штата. В общем-то, это все неправильно. Вот, поэтому, если они не самоликвидируются, а это вряд ли, да, потому что их снабжают электричеством и всем, чем только можно, и понятно, что местные власти не будут ничего делать, Трампу придется, наверное, туда отправить, ну, какую-то зондеркоманду, для того, чтобы с этим разобрались. И понятное дело, что люди, которые там живут, они пострадают. И, ну, пострадают же не только захватчики, да, там же еще люди живут. Вот. И это еще хуже скажется на его рейтинге, то есть у него сейчас такая дилемма, что же делать-то вот с этой автономной зоной и как с ней бороться. И так, и так все будет плохо. Да, кстати, час обозначает Capital Hill Autonomous Zone, то есть автономная зона на Капитолийском холме. Вот. Ну, буквально вот они еще несколько, некоторое время поправили и поняли, что, ну, как-то не отвечает это требованием, это название должно быть какое-то более зычное. А то час, чат, ну, как бы, да, вот, не та аналогия. И ребята решили сделать ребрендинг, для того, чтобы более точно их название отвечало тому, за что они борются. И назвались они ЧОП. Ну, не тот ЧОП, который частное охранное предприятие, а тот ЧОП, который Capital Hill Organized Protest. Ну, в общем, теперь они вот с этим названием, они сделали ребрендинг, на входе все перерисовали, и вот с этим названием продолжают жить. Ну, и понятное дело, что мнение местных жителей никто не спрашивал, и как-то не сообщается о том, рады ли они тому, что их отделили от США, или не рады, рады ли они жить в этой автономной зоне. И также непонятно, ЧО делать с границей, и будут ли там выдавать визы. Ну, а на сегодня это все. Надеюсь, вам понравилось, было интересно. И подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, жмите колокольчик, и всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok